Вот представляешь, да, вот это, вот точно вот они водов купили наши офицеры для того, чтобы выводить вот эти радионуклиды, естественные радиации в горных условиях Так вот, представляешь, все засекречено были, а нас, нас они гоняли Не дай бог, там браги, там полстакана, ты выпьешь, солдат, мы тебя там кончим И действительно, я по себе помню, что когда пришел с Афгана Захожу в квартиру с отцом, обнялись, я говорю, батя, налей мне стакан Белый, я просто уже не могу, кровь уже кипит Вот до такой степени уже было Вообще, ничего нам не говорили и сейчас помалкивают Вот этот погибший негр, который человек негроидной расы, который погиб в Америке от рук полицейского Вот его семья получит 27 лямов долларов Они там визжат все от счастья Наш солдат, который сейчас, или на Кавказе, который погиб, сгинул или в Афгане Он вообще получил какую-то сумму от его родителей, ничего не получает И молчат, вот так и должно быть, я не понимаю, я в шоке вообще Крепостная армия, как была, так и осталась Добрый день, мои дорогие друзья Парни, все, кто служили в армии и те, кто собирается служить Но, друзья, с каждым днем, размышляя о теме вооруженных сил, нашей службе в армейке, все новые и новые у меня мысли появляются Вот хотелось бы встретиться с молодыми курсантами патриотических клубов и поговорить с ребятами вообще И с их руководителями Вот они сейчас готовят пацанов для службы в армии Вот что для них, для молодых ребят, вот этот патриотизм и так далее, и так далее Как они себе вообще представляют свое нахождение в вооруженных силах Хотелось бы, конечно, об этом поговорить Я вот один, в один отряд позвонил руководителю, он думает Стоят ли такие сложные вопросы обсуждать с кадетами там или с курсантами Видимо, руководитель боится, что у ребят поедет крыша Но на самом деле, вот сейчас такое время, что каждый молодой человек должен осознавать Что это такое с ним происходит, почему ему так сильно хочется взять в руки оружие Вот это получить оружие на год или на несколько лет, что с ним происходит, для чего В чем его мотивы состоят Вот это очень серьезный философский вопрос А теперь о сегодняшнем дне Значит, 35 лет, 36 лет, как случилась трагедия на Чернобыльской станции атомной И все вы знаете, что многие люди через несколько лет заболели, умерли Но очень герои, которые ликвидировали вот эту аварию страшную, ядерную Вечная им слава, тем, кто остался в живых, счастья, радости и борьбы Я знаю, что вот сегодня показывали по телевизору, тоже рассказывали, что некоторые люди даже излечились после многих-многих лет борьбы с лучевой болезнью И вот в этой связи, друзья мои, я вспомнил про наш Афганистан опять Вот те, кто ликвидировали аварию в Чернобыле, оказывается, у них основная проблема – это щитовидка поврежденная И я вдруг вспомнил, когда я после Афгана, после военного училища начал недомогать И пришел на обследование в поликлинику в Свердловске И мне сказали, что у тебя щитовидка не совсем в порядке И врач сказала, что все, кто пришли с Афгана, у вас вообще со щитовидкой, ребята, большие проблемы у всех практически И я у нее спросил, а почему? Она говорит, что у вас стресс военный и так далее, посттравматический синдром и еще кое-что И кое-что она не стала говорить И вот сегодня до меня вот это дошло дело Значит, там была повышенная радиация или выход, возможно, каких-то радоновых или еще каких-то излучений Мы же служили в условиях высокогорья Кабул стоит на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря И вот здесь начинаются секреты службы в Афгане Вот почему офицерам не возбранялось регулярно употреблять крепкие спиртные напитки После службы, в частности, высококачественную водку И они это делали регулярно Значит, были какие-то полусекретные или секретные формуляры Где предписывалось офицерам чистить организм в условиях высокогорья Где в горах постоянно идут выходы И урановых руд, и еще каких-то руд И постоянный фон радиоактивно увеличенный Нам, рядовым и сержантам, кто прибыл по срочной службе, ничего этого не разрешалось А офицеры выпивали Значит, они чистили свой организм от радиации горной, естественной Повышенный радиоактивный фон Но вот смотрите, друзья, столько лет уже прошло И вот эти факторы, которые раньше были скрыты Они начинают вылезать сами с собой Вот эта информация, энергетика Не зря же они всю информацию засекретили Вот есть армии в южных странах, некоторых стран Где военнослужащим специально дают ром Через день или три раза в неделю по стакану рома Чтобы у них не было нарушений Связанных с заболеванием малярии То есть серьезное вот это заболевание тропическое Ром глушит вот эту малярию Так как и моряки на кораблях во все времена пили этот ром То есть профилактика малярийных заболеваний, малярийной инфекции И опять же повторюсь, солдатам в Афганистане было запрещено Даже ставить самодельное виноградное вино Даже виноградный сок солдаты не могли себе позволить Потому что не было, соответственно, денег у солдата Чтобы купить виноградный сок Или какое-то легкое пиво Какой-то слабый алкогольный напиток Поэтому зверели, поэтому страшнейшая дедовщина И заболевание щитовидной железы Связанное с прохождением службы В субтропиках и в горной пустынной обстановке Жара И даже не было доступа к минеральной воде И к постоянной чистой воде Поэтому щитовидная железа засорялась Организм зашлаковывался, радиация не выводилась Поэтому чистковый врач мне сказал Ребятки, у вас большие проблемы со щитовидной железой Но слава богу, постепенно, мне кажется, все у меня нивелировалось Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем тогда Когда приехал Первые годы после Афганистана Первые 10 лет после Афгана просто развалился И вот здесь Еще раз хочу остудить Вот эти горячие умы Которые говорят Зря мы ушли из Афгана Да не имели права входить в Афган вообще Потому что вошли в Афган Потому что армия была практически крепостная У солдат не было никакой страховки В случае гибели или увечья Только памятник родителям И все, чтобы никаких надписей на памятники То есть не было никакого социализма А был военный коммунизм в СССР Слава богу, от которого мы отошли Но, к сожалению, Министерство обороны Современное Оно набирает солдат Точно так же По тем же рекрутерским законам Которые они сами придумали И мы почему-то должны до 50 лет Быть в рекрутерской повинности Почему так получается? Непонятно Если человек находится в рекрутерской повинности Значит вы ему должны платить Хотя бы 3-4 тысячи рублей в месяц Ну а нам, ветеранам боевых действий Вы должны платить за то, что мы потеряли здоровье Силы и так далее 9-10 тысяч рублей в месяц За то, что мы выполнили приказы государства Очень интересно Эта информация тоже засекречена Наши офицеры в Афганистане Вот представляете Мы даже Молодые ребятки Которые каждый день рисковали своей жизнью Которые были подвержены Ну я не понимаю Это какое-то военное изнасилование что ли То есть практически Роты, батальоны выходили Два раза в неделю На новые боевые действия Это просто невероятно Это карусель военных действий Вот рядовой призванный И сержант Он был практически не застрахован В случае гибели А сколько была страховка денежная У погибшего офицера-прапорщика Нам никогда это офицеры не говорили И сейчас не говорят И мы этого не знаем Вот сейчас все Соединенные Штаты бурлят Ну вот погиб там у них человек Негроидной расы Полицейского осудили Что-то он там передавливал ему по звонки Но умер он не от этого На самом деле Оказывается человек еще Передоз у него был Какими-то химическими веществами И вот сейчас вот эта семья Которая пострадала То что один из членов семьи У них погиб От произвола Как там написано В судебном решении 27 миллионов долларов Они получат Представляете Вот если я ничего не перепутал Вот вчера смотрел репортаж За погибшего человека своего А получит семья компенсацию 27 миллионов долларов И представляете Какую компенсацию Можно себе представить Получит военнослужащий армии США Или там ФРГ Франции Там Испании Или еще какой-то страны Которая военнослужащий погибнет Во время выполнения служебных обязанностей Или во время боевых действий Представляете Тоже миллионы долларов Разве такое государство Начнет какие-то боевые действия Да просто бюджет лопнет И чтобы вы поняли Я хочу заключить свою мысль Вот если бы у нас Каждый военнослужащий В случае гибели Был застрахован В советское время На 5, 10, 15, 20 тысяч рублей А 5 тысяч рублей Это автомобиль Волга Или кооперативная квартира То никогда бы они не начали Войну Вот эту Бессовестную Против своего народа Афганского Компанию в Афганистане Никогда У них бы нашлось Миллион Причин Не начинать Вот эту Ужасающую компанию Потому что солдат Каждый Был бы Им слишком дорог Ну а если крепостная армия Если крепостные солдаты Бесправные Так же как при царе Горохе Тогда конечно Можно начинать Любую компанию В любой точке мира Ну вот такие размышления Друзья С вами был Дед ВДВ Не прощаюсь Дальше будет еще интереснее Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok